Совет западным лидерам, общайтесь с Путиным, но не позволяйте ему компостировать вам мозги. Euronews, Франция Иан Бонд Euronews, Франция 19 марта 2020 года Спустя 6 лет, как Россия противоправно аннексировала Украина и Крым и попала под санкции Запада, некоторые западные лидеры начали терять терпение. Политики вроде Эммануэля Макрона считают напряженность последних лет аномалией и стремятся установить с Владимиром Путиным взаимовыгодные отношения. Они уверены, что добьются большего, чем их предшественники. Но без должной осторожности они, как и их предтеча, отступят из Москвы и полные разочарования и подозрений. Путин – мастер компостировать мозги. Он уже убедил многих западных коллег, что отношения испортились по вине Запада. В частности, потому что НАТО и ЕС расширились до границ России, Запад полез в дело российских соседей и плевать хотел на российскую позицию по Ливии или Сирии. Напряженность же, вызванную Россией, Путин игнорирует, хотя убивает противников в Лондоне, Берлине и других местах, вторгается в Грузию и на Украину и постоянно нарушает международные договоры о контроле над вооружениями. За первые 10 лет у власти Путин пустил растущие нефтяные доходы на восстановление военной мощи России. С тех пор экономика ослабла, и возможности дальнейшего укрепления иссякли. Тогда Путин перешел к ослаблению своих противников, пользуясь напряженностью между западными государствами и внутренних. Если западные лидеры, в том числе и Макрон, не собираются ему помогать, им стоит соблюдать 6 принципов. Во-первых, знайте факты и не бойтесь перечить Путину и всем остальным, кто их искажает. В недавнем интервью об Украине Путин повторил свое давнишнее утверждение, будто украинцы и русские – один народ с общим языком, историей и культурой. Западные лидеры должны эту сомнительную историческую легенду оспорить, подчеркнув, что современная Украина – суверенное государство, чья национальная идентичность постоянно крепнет. Еще они должны решительно дать понять, что Украина пала жертвой необъявленной российской военной агрессии, а не замешана в гражданском конфликте, как утверждает Путин. Во-вторых, будьте готовы отреагировать, если Россия снова нарушит международные нормы, от аннеоксии Крыма до бомбардировок больниц в Сирии. Вопреки всем сомнениям Макрона, санкции – инструмент полезный, иначе Путин не прилагал бы столько усилий, чтобы их подорвать. Воздерживаться от критики, полагая, что Запад ничем не лучше России, по-своему соблазнительно. В 2017 году Дональд Трамп возразил интервьюеру, который назвал Путин убийцей, «У нас тоже убийц хватает». «Вы, что, думаете, наша страна вся такая безвинная?» Такие размышления на руку Путину. В-третьих, никогда не упускайте из виду интересы Запада. Путин умело внушает западным лидерам, что его интересы правомернее их собственных. Его собеседники не должны забывать, что из демократической, процветающей и умело управляемой Украины сосед лучше, чем из российского сателлита, нищего и коррумпированного. Нельзя соглашаться, что российский взгляд на будущее Украины важнее взгляда ее западных соседей или, тем паче, самого украинского народа. В-пятых, не изолируйте Россию полностью. Причин не доверять Путину, ужасаться деянием его режима или отвергать его мировоззрение немало. Однако не садиться с российскими властями за стол переговоров – ошибка. Разговаривать – отнюдь не значит соглашаться или идти на уступки. Напротив, это позволит убедиться, что стороны понимают друг друга и знают красные линии друг друга. Когда прямые контакты заморожены, риск непреднамеренного обострения гораздо выше. Еще России и Западу надо обсуждать контроль над вооружениями, проблему нераспространения и региональные конфликты. Пусть стороны не придут к общему знаменателю. В-шестых, ищите наименее щекотливые области потенциального сотрудничества. Изменение климата и переход на низкоуглеродную экономику – эти проблемы касаются как России, так и крупнейшего потребителя ее газа – Европу, пусть и каждого по-своему. Если пандемия коронавирусу усугубится, российским и западным ученым, и китайским тоже, придется сотрудничать. Поэтому Запад должен бросить вызов враждебным стереотипам, которые насаждают российские государственные СМИ, и работают с Россией везде, где это возможно. Забывать историю, как древнюю, так и современную, или игнорировать реальность путинской России нельзя, но и становиться ее заложниками западные лидеры тоже не должны. Разбитые мечты их предшественников зарыты вдоль всей кремлевской стены, но если в гости к Путину приходить с реалистичными ожиданиями, эти визиты перестанут заканчиваться слезами. Иоанн Бонд, директор по внешней политике Центра европейских реформ, Лондон. Комментарии читателей, грейн-предзел Крым был огромной ошибкой. Теперь Россия за нее расплачивается, и Путин, снова, отгородился от Европы высокой стеной. Я только и слышу, как ЕС страдает от санкций и теряет в десяти раз больше, чем Россия. Голд Туртлей Запад постоянно агитирует против Путина. Ему, Западу, просто не по силам справиться с таким сильным, умным и бесстрашным лидером, как Путин. Русским можно позавидовать. Голд Таст вообще-то Запад считает, что русские боятся собственных властей, и поэтому возлюбить своего вождя, шаг вполне разумный. Впрочем, хотелось бы ошибаться. Чанум Брелл у меня складывается впечатление, что это ЕС полезно рожен, соблазнив местных лидеров кормушкой наживой. Майорну, некоторых взяли как рабов, например, Восточную Европу. А когда те начали бастовать против брюссельской элиты, которую никто не выбирал, им давай головомойку устраивать. Никакая ЕС не демократия. Речь баскетбол Путин – то, что надо русским, железно. Им уютно только под сильной рукой, которая знает, что делать. На этом отрезке времени демократия им не подходит. Экономически же Россия – всего лишь бензозаправка и оружейная лавка, притворяющиеся страной. Балуэ, Палм-3 и Запад всегда настороженно смотрят на волевых лидеров с националистическими замашками, а Путин – как раз из таких. Поскольку свое экономическое и технологическое превосходство Запад уступает странам вроде Китая, России и развивающейся Индии, такие заявления будут лишь усиливаться. Это Запад, особенно США, вмешивается в дело других стран, разбрасывает ложные новости, и никто не жалуется. Но стоит российским или китайским СМИ прокомментировать события на Западе, как из этого тут же лепит вмешательство. Крым был частью России, а Украине его подарил Советский Союз. Потом его забрали обратно, так бывает при разводе. Блэпинь значит, Россия – страна невинных ангелов, а все остальные – злобные русофобы. Ну-ну. Кстати, отбирать подарки некрасиво. Речь баскетбол. Вот вам еще один пример фальсификации истории. Никакой Крым не русский и не украинский. Он принадлежит крымским татарам, которых Сталин выслал в 1944 году. И только потом Крым заселили русские, они так часто делают. Порпли Батли Энер статья должна начинаться так, спустя шесть лет, как крымчане решили вернуться в Россию. Грейн по следа, а еще мы ждем статью спустя многие годы, как США и их союзники вторглись в Ирак, разбомбили Ливию и Сирию. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.